Моя Родина Сибири необъятна велика, как жених, так и богатырь, а как невеста, так ягодка... Так, внимание, друзья, начинаю вторую серию фильма. Это мой аудиоперевод последней главы книги, которая называется «Северный сад». «Сотворение чуда своими руками». А я, Железов Андрей Концентинович, никогда не говорил про... Вот сейчас только скажу, ставьте лайки, все так говорят. Посмотры у меня крайне мало, особенно когда Ютуб начал захорадить. И так же, значит, вторая серия. Я уже говорил о том, что книга была издана. Вот, отдельные экземпляры посланы Лукашенко Путину, еще знаменитым... ...раналистом ради раскрутки, чтобы таких книг было не тысячи экземпляров, а сотни тысяч, миллионы. Тогда и с удовольствием двинется вперед, ну и жизнь можем продлить. Давайте тогда про здоровье. Про это я вам рассказал, перевел на голос, на разговор. Вы можете, кто не видел первую серию, сами вот это прочитать. Вот я медленно листаю, в любом месте остановить, прочитать. А я сейчас продолжу. Вот, потому что мои наблюдения, мой опыт, опыт спасения... Уже 40 лет я должен был быть в могиле. Меня все-таки привели к тому, что я пошел в 75-й год жизни. Первая серия мне вот это... Я процитировал в классическом романе. И мне заполнили слова молодой женщины. Мужу осталось прожить 2-3 года. Но так хотел бы лечить лучше немецкие профессора. Больше полугода он не протянет. Хе-хе-хе. Кстати, это было смешно тогда. Вот. Но другое дело, что сейчас это действительно становится, учитывая цены на лекарства, да, все это становится... Образ жизни, отравленный воздух, отравленная пища, отравленная вода, отравленные фрукты, все это становится актуальным. Вот. Это все вы слышали от меня первой серии. Сейчас включу вторую. Так. На этом мы закончили. Мы все растареем. Причина та же. Они выводятся из организма умершие клетки. Чем меньше остается живых клеток, и чем больше остается продуктов распада, тем старее человек. Проверяю запись. Ага. Сравните младенца с розовыми щеками, с весом еще не старого человека. Что делать? Для начала пойти в баню. Как помните выражение? Пошел ты в баню. Только там, после парилки, вы хотя бы за короткое время почувствуете себя молодым. И вы видите в зеркале розовую кожу своего тела. Но современные бани, сауны, основанные на электроподогреве, это те же душегубки. Ох, и много любителей экстремального вида спорта они сидят туда вперед ногами. Современные ухо из спортивного интереса сидят на полках и уже не потеют сухой воздух. А дымятся. Толку чуть излучили сердце. А внутренности благодаря тому же сухому воздуху не прогрели. Поняли? Благодаря сухому воздуху внутренности не прогрели. То ли дело русской базы с кипящим на дровах котлом и влажным воздухом. Резкие движения с веником это хорошо для дороги. Но максимальная польза полежать при щадящей температуре подольше, пока влажный воздух обеспечит теплообмен и прогреет вас до самой души. А если еще не употреблять алкоголем, молодость вернется хоть на время. Слово ненадолго. Хоть на время. Сколько бы вы не ходили из моды в церковь, мало кто верит, что у нас есть душа. Тем более, что сколько бы ученые не искали ее, какие бы тончайшие приборы не использовали, все бесполезно. Остается верить только нам, биолокаторщикам, которые двумя кусочками стальной проволоки могут измерить ваше биополе и еще научить, как его увеличить. Надо ли нам это садоводам? Еще как. Современная жизнь, сидячий образ жизни, отравленный городской воздух, вода, опасность для здоровья пищи, а еще компьютеры, начисто стирающие, точнее убивающие наше биополе, верхнюю оболочку души. Попробуем приключить свой разум и свою душу к исцелению. Садимся в кресло, накрываем глаза, представляем себе теплого солнечного зайчика и с помощью воображения поочередно мысленно прогреваем орган за органом. Никаких чудес, просто в эти места поступает больше крови. Органы разогреваются и продукты распада выведутся по проснувшимся, пока на время капиллярам. Самые упорные смогут даже растворить камни. Почему-то принято считать, что массаж это прерогатива специально обученных профессионалов. В общем-то да, массажем особенно интенсивно можно навредить. Давайте оставим себе первые два бесхитростых и самых приятных приема поглаживания и растирания. В нашем массаже нуждаются прежде всего близкие люди. Эффект от него огромный. Это радость общения и удовольствие и несомненно польза для здоровья. Необходимы минимум знаний. Ноги поглаживайте от стоп вверх, руки от кистей вверх. На животе делайте круговые движения по часовой стрелке. Позвоночник вверх, вниз и в стороны. Область сердца можно массировать только самому себе. Мы стареем, кровеносные сосуды твердеют и зарастают. Малейшие стрессы и перепады атмосферного давления приводят к спазмам сосудов. А мозг отвечает крикам боли. Я знаю только два ноэффективных приема. Первое, что-то вроде медитации. Не давая развиться боли в голове, сосредоточьтесь и мысленно не спеша ищите то место, где она затаилась. Когда нащупаете, постарайтесь как бы разглядеть ее форму, цвет. Поверьте, не успеете в ней разобраться, она уже исчезла. Ну, вы поняли. Место суженное, оно просто-напросто начнет снова циркулировать, а значит боль пройдет. Второй способ простой, профилактический. Уже давно забыл, что такое головная боль. После каждого умывания, тем более душа, подставляю голову под очень горячую струю воды. Затем под ледяную воду. А страшные головные боли вспомнили только сейчас, сидя шарикой ручкой. А сколько людей парализовало, или уже нет на свете из-за инсульта, а могли бы жить. Сейчас я, как видите, все настолько натурально, я чуть-чуть все-таки, когда говоришь, тут лишнего не напишешь, особенно в книге. А я сейчас вот что скажу. В Норильске последние годы до 34 лет, когда я уехал оттуда. Вот там очень страшные перепады давления, сами знаете. Вот. И боли были настолько дикие, что я буквально страдал. Страдал страшно, страдал я страшно. И уехал не из-за этого. Но я не знал, что я спас себе жизнь. Здесь тоже предборье. Здесь Баташушинский район и Акасия. Значит, ущелье, где царствует река Енисей. Здесь тоже перепады страшные. Вот. И главное, что я заметил, если... Извините, что я разговаривался, но по делу. Из школы помню, что нормальное атмосферное давление для людей. 760 миллиметров штукного столба. Здесь такое никогда... Может быть... Я не слежу специально, но за все эти годы, я только видя, что... Ну, 725, 735, редко 740. А вот 760 заслужить видел несколько раз из тысяч. Вот переводится каждый день. Идешь, дождя смотришь. Ага, 725. Наляка будет дождь. 735. Наляка дождь только обещает. Вот. И здесь оказалось, приехав сюда, я оказался в страшном ловушке. Здесь никогда не бывает нормального атмосферного давления. То есть, принято считать 760. Вот. Моей бабушке, соседке было еще страшнее. Страшнее было невероятно. Она каждый день мучилась. Каждый день стандартика Нальгина или Петлонгина пропивала. Вот. И спаслась. Она и продлила себе жизнь. Однажды она с дедом поехала тоже на свадьбу. Туда, где слово... Осталось главное слово. Красно-Туранск. Красно... Вот. Слово... Помню красно. Какой город. Или там поселок. Вот. Вернулась оттуда помолодевшей. Сколько они там пробыли? Недели две. У нее впервые в жизни не болела. Первые за все годы не болела голова. Они тут же квартиру поменяли на дом в тех местах. Не помню какой город. Я задним словом понял. Значит там у нее это... Сразу подлечилась голова за счет того, что там другая атмосферное давление. Извините, что отвлекся. Но не все еще сказал. Еще раз. Каждое утро у меня очень короткие волосы. А я еще стригусь на высо. Очень удобно. Почистим зубы. Я включаю очень горячую воду. Я держу голову. Терплю, терплю, терплю. Но это не долго. Секунд двадцать. Терплю, терплю. На голове находится половина всех кровеносных сосудов тела. Поэтому она очень быстро охлаждается и быстро нагревается. Много сосудов. И вот она мгновенно разогревается. Потом я выключаю горячую воду. И дальше. Холодная вода. Струя под холодную. И так каждое утро. Где-то это приехало в тридцать четыре года. В тридцать пять-шесть лет у меня больше головной боли не было. И вторая половина жизни. Хотя я должен давно быть парализован и умер. Я живой. И это было одно из моих достижений. Которыми я делюсь. Я спас себя жизнь с помощью перепадов. Теперь еще скажу. Если кто-то прямо сейчас судит под горячую воду. Потом под холодную. Он может наоборот умереть. Почему? А где-то уже троп сидит. Только тройте его. Или парализован. Или кома. И так. Если уже. Кому-то мне было тридцать четыре. Я почти не рисковал. Все-таки молодой возраст. Кому-то намного хуже. В это пришлось бы. Например в шестьдесят семьдесят. Захотеть избавиться от головы боли. Можно. Таким путем. Но уже надо. Просто аккуратно. Если кипяток. Не сильно горячий. Не сильно холодный. Приучать. Мозги. Перепадов. Но постепенно. Следующий момент. Многим из нас знакома адская боль. И фактически инвалидность. Из-за боли в пятках. Это так называемые шпоры. Наросты. Соли на костях. В моем случае. Медицина казалась бессильна. Смешно сказать. Как все просто. Брал два татчика. Один с очень горячей водой. Другой очень холодный. Почувствовали аналогию с головой. Поочередно перегревал. И перехлаждал ноги. Лишь бы первый и последний тазик. Оказались горячими. Научил еще несколько страдальцев. Сколько мы прошли процедур. Плюс лазеры. Плюс таблетки. А оказалась сама природа лечит. Да и зачем ждать шпор. Эта процедура должна стать в вашем доме. Такой же обычай. Как чистка зубов и умывание. А вы знаете, друзья садоводы. Что наша дача настоящая зеленая аптека. Избавим боже. Я не собираюсь висеть в острову лечения. Сам в этом ничего не понимает. Мой совет на таких же ленивых. В смысле нелюбителей лечиться. И бегать по врачам. Я просто беру все ягоды, что растут в саду. Внимание. Вот. Сад у меня знаете не из последних. Это волочная степная вишня. Черноплодная. Красная. Рябина. Китайский. Лимонник. Боярчик. Малина. Смородина. И многое другое. Заталкиваю все это без дозировки в бутылку с водкой. И лекарства готовы через неделю. Заметьте. Большинство ягодников дикоросы. В них максимальное количество витаминов и лекарств. Настойка на вкус. Настаящая дрянь. Много не выпьешь. Вот и хорошо. Вот. Поняли да? Итак. Зеленая аптека. Следующее. Как расшевелить внутренние органы. Застой. Это и есть будущая болезнь. Здорово придумали йоги. Но это целая система. Нам ли вещи занятыми или нет. Повторять их путь. Делаем прочее. Садимся. Ложимся на пол. Диван. Садимся. Ложимся на пол. Как вам лучше? Начинаем принимать самые обычные позы. Скручиваться. Растягиваться. Изгибаться. За месяц помолодеете. на несколько лет. Удачи вам. Вроде бы я все закончил. Все сказал. Нет не все. Значит. Чтобы. К тому что еще добавить. Значит. Ну например. Я упоминал биополе. Оно меряется рамками. Оно может быть 0. Это к вечеру чаще, это усталость, это потеря энергии в организме, это электроприборы, это компьютеры, это космическое излучение, это жизнь не на свежем воздухе, не в деревянных домах, которые пропускают космические лучи, а в изолированных от космических лучей железобетонных коробках. Вы знаете, что, вот сидите, посмотрите, вот я стучу, вот это вот железобетонная стена, а знаете, что, вот там под бетоном сетка, вот металлическая сетка, ну как бы сетка образа, арматура в виде сетки, и получается, это и есть экранирование космического излучения, значит, вы его недополучаете. Итак, давайте еще пару советов, ну вот, например, такой, значит, вам нужно идти к начальству, просить прибавку к жалованию, проблема, вам нужно идти на свидание, и вы боитесь, что вас пошлют, ну, например, цель поставленная, а свидание не добьетесь, вот, не добьетесь вы того, чего хотели. Значит, еще о нескольких случаях. Эта система придумали не я, это придумали тибетские монахи. Если вы заметили, у них все крутится. Крутятся представители, допустим, восточных, восточных этих религий, деревиши, шаманы, они сами крутятся, вот, крутятся их приборы, крутятся, когда они поддерживают высокую энергетику за счет того, ну, вот вы встали посреди комнаты, лучше посидеть, где-то в сквере, прямо на городской улице, правда, где много дыма, к сожалению, бывает, вот, вы должны не просто делать зарядку, а вы должны делать сознательное, вращательное движение, кистями, рук, вот, локтевыми, плечевыми, напомнимаете, нет, ноги, также стопы, коленях, бедрах, вот, главное, крутить, 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 и у вас, допустим, вот, биополиметр, допустим, кто-то умеет из вас, померить его себе, нет, себе не получится, себе не удастся, померить вам, кто-то, белократочка сейчас, вымирающая наша профессия, это даже не профессия, вот, это, мы городские сумасшедшие, я уже с издевкой, я сам о себе говорю, мы городские сумасшедшие, вот, и дайдос уже почти не осталось, так вот, если кто-то сможет вам померить ваше биополе, где-то это будет, допустим, метр в радиусе, или два метра в диаметре, тогда, после вращательных упражнений, у вас окажется два-три метра, и вот теперь, значит, когда вы это внутренне зарядились, с вами легче идти и жалования просить увеличить, и чтобы вам не отказал тот, на кого вы рассчитываете, это везде повсеместно, и в любовных делах, и в обычных делах, вот, и вас реже будут посылать продавцы, вот, и обманывают будут, и обсчитывают будут реже, все будет реже, вот, это для тех, у кого нет биополя, слабое, оно может быть буквально сантиметры, и вы полностью беззащитны перед любыми стихиями, перед перепадом давления, перед солнечными вспышками, перед излучением губительным компьютером, телефоном, вставляйте телефон подносить к уху, никакой защиты для мозгов, вот это все поможет увеличенное, возбужденное биополе, с помощью упражнений крутящихся, крутящихся частей вашего тела, но на время пройдет, дня, нет, часа два-три, все вернется на своем месте, или вы хотите постоянно заниматься этим каждый день, или хотя бы повторяю, когда вам это жизнь и наважно. Благодарю за внимание, серия номер два снята, вот, еще, может быть, вернусь к этому, потому что страшная вещь, когда мы теряем молодое поколение в виде здоровых, крепких ребят, вот, страшно вспоминать, насколько поколение выросло более тупым, апатичным, никто не спасет вас, когда вас будут бить, пинать ногами, и все будут проходить мимо, тысячи примеров и единицы, когда этого не случается. Вот, значит, все, что я сказал насчет перегрева яичек, у младенцев, у детей, у подростков, у взрослых мужчин, это сейчас самое актуальное, от этого зависит будущее страны, но это я вам сказал в первой серии, не избегайте перегрева яичек любым путем, ходите дома голыми, когда никто вас не видит. В крайнем случае, набеденная повязка из чего угодно, вот, допустим, завязали на боку простынь, или специальное, это самое, полотенце, которое имеет эти, ключочки, вот, и играет роль, то же самое, набедренные повязки. Вот, на улицу, особенно летом, жара, никаких трусов, сейчас есть стиральная машина, вот, это значит, что можно ходить без исподнего, есть в ванной, есть горячая вода, может быть, всегда чистая. Вот, это касается мужчин, уже не только женщин, мужчин, 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 будущих мужчин, иначе количество растет пидорастов, и вырастет, догоним Францию, догоним Англию, в этом плане. Вот, они уже обречены. Самое страшное, что они этого не знают. Только где появится в стране лидер, это может быть министр науки и высшего образования, это может быть президент Академии наук, это может быть главный, там, ну, из самых авторитетных врачей, вот, которые громко на всю страну скажут, вот, долой спать в трусах, долой трусы у мужчин. Вот, уже надо возвращаться, уже потеряно все здоровье за счет этих памперсов, потому что сейчас большинство мальчиков, мужчин молодых, прошли памперсы. Из-за этого у нас уже и министры, уже таких никогда не будет, какие они были, 40 лет назад, 100 лет назад. Вот. Все, благодарю за внимание. Избавляйтесь от трусов, детей от памперсов, как угодно. Возвращайтесь к вонючим пеленкам. Есть стиральные машины. Ну, пока об этом не будет сказано в самой высокой трибуне. Если я не могу убедить даже своих родственников, что же можно, как я могу убедить всю страну? Как получилось? Что это за, что же это за, как-то, заговор молчания? Знать о том, что яички должны быть на пару градусов холоднее, чем само тело, 36,8, что их специально природа вывела наружу, потому что у них особое для производства гормонов, само собой, спермы мужской, но главное производство гормонов для эффективной работы гормонального аппарата, они должны, яички, быть снаружи охлажденными. Вот. Перегретые яички, это будущая смерть. Уже Европа это 100%. У нас пока 50%. Если заговор молчания будет преодолен. Ой, как мне хотелось бы дожить до этого времени, когда кто-то выйдет на трибуну, меня же туда и близко не подпустят. Неужели эти производители памперсов имеют такую власть? Не понимая, что их собственные дети становятся геями, пидорастами, в лучшем случае слабыми, ни на что не годными мужчинами. И жалко женщин, как их жалко. Не иметь настоящих мужиков, которые будут их любить, любить много, долго в этом, с помощью этой любви, физической любви, сохранять им здоровье до многие десятилетия, потому что у них будет невиданное, это выросшие без памперсов, спящие, ходившие без тресов, они смогут иметь рядом счастливых женщин, которым это надо. и меньше будет даже, просто меньше женщин, благодаря этому, что избавил мальчиков от памперсов, вырастил их без перегрева, создав систему, чтобы... меньше запартами, больше... Помните, как я говорил, давайте в лес, там учите, учишь, как устроен лист, как устроена природа, вот они, всё. А это самое запарты, это только потерянное время, это геморрой и это, и будущее бесплодия. Что вы творите, а? Современные эти. Вот. Неужели уже не вернёмся? Никогда. И ведь это и счастье для женщин, здоровый мужчина, это значит, гарантирует здоровье женщины, своей любимой женщины. Когда об этом поймут это, чтобы они не искали приключений, на стороне уже в отчаянии. Вот. Предчувствие болезни, женские болезни, болезни. Я уже... Мы взрослые люди, я что хотел, то высказал. Это мой долг. Ну, а дальше я прокукарекал. А там, расцветёт или нет, я уже сам не верю, что расцветёт. Это поколение министров ничего не понимает. В психологии и в физиологии мужчин и женщин ничего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok